Это РФ ТОВ. Все, с кем я знакома, очень рада вас видеть снова. Те, с кем я не знакома, очень приятно познакомиться. Одина и вы на моём уроке по недельной главе. И сегодня мы с вами будем говорить на одной из тем, которую я нашла в недельной главе. И она, мне кажется, настолько актуальна для каждого из нас, РФ ТОВ, что невозможно от неё абстрагироваться. Вполне вероятно, из-за того, что публика мне не знакомая, что вы не сталкивались с такой проблемой. И тогда я скажу, вау, научите меня тоже. Я тоже хочу избавиться от этой зависимости. Этот урок я готовила для себя. И честно сказать, если вам он будет неактуальный, то то, что я повторила его ещё раз, и, может быть, оно войдёт в меня поглубже, и я смогу с помощью этого урока изменить хотя бы свою жизнь, я сделала своё дело. Если кто-то из вас ещё после этого урока задумается на досознанность о своей жизни, вау, тогда я вообще перешла все границы возможного. Итак, мы сегодня будем говорить на очень актуальную тему, и одна из этих тем, одна из наших зависимостей, с которыми мы сталкиваемся, и я в особенности, это намофобия. No mobile phone phobia. Это значит, что наша зависимость от гаджетов, от мобильных телефонов, мы в нашем поколении, и это уже не зависит от возраста, потому что от мала до велика умеют уже пользоваться гаджетами, двухлетние дети уже спокойно включают в Ютубе себе мультики, и до бабушек, которые уже умеют с помощью WhatsApp общаться со своими внуками по всему миру. Так вот, если вы, может быть, за собой замечали, что наша зависимость от телефона с каждым днём становится всё больше и больше, мы просыпаемся с телефоном, мы засыпаем с телефоном, я когда-то словила себя, посмотрела со стороны и поняла, что я только открываю глаза моды Ане, делаю на телат ядай, иду пить кофе после молитвы утренней, короткой, до которой хватает сил до этого стакана кофе, и я иду пить кофе с телефоном, я абстрагируюсь от своих мыслей, у меня вообще нету никаких мыслей в голове, я погружаюсь вот в это вот пространство, которое заполнено чужими мыслями, чужими идеями, чужими словами, чужими законами, и как будто бы мы постоянно пытаемся убежать от себя. Посмотрите, обратите внимание вокруг себя, как ведут себя люди в автобусах, в метро, да где угодно, на остановке, в ожидании автобуса, все уткнулись в свои телефоны и что-то там смотрят. Каждый из них бизнесмен великий, у каждого какие-то письма от директора приходят каждый час, всем надо проверять биржу, как биткоин поднялся или падает, потому что все вложились. Нет, можно подумать, что у нас происходит что-то настолько важное, что мы не можем оторваться от этого телефона. Можно подумать, что утром что-то такое за ночь изменилось, что нам обязательно надо об этом знать. Вдруг Машех пришел, вдруг... Добрый вечер, Вадим, я ждала вас. Вдруг, я не знаю, атомная бомба, хазовый шалом, какие-то происшествия, да ничего за ночь не произошло. И вы все это знаете. Но каждый раз мы все равно заново заглядываем в наши гаджеты, читая мысли других людей. Когда я, посмотря на себя со стороны, поняла, что у меня есть эта проблема и зависимость, я начала с ней бороться. Не профессионально, наступая на чьи-то грабли. И я начала выключать на ночь телефон. Но мне очень плохо спалось, потому что мы живем на юге страны, очень близко с сектором газа, и я боялась, что я не услышу, когда будет сирена. А по телефону у меня есть специальная программа «Целый дом», которая меня об этом оповещает. Ну, можно сказать, что это отмазка, потому что кто меня, не дай бог, разбудит? Телефонная аппликация или, не дай бог, летящая за окном бомба и сирена, от которой трясутся стекла. Ладно, я начала включать. Потом я начала ставить телефон на зарядку где-нибудь далеко в зале, но я начинала какими-то отмазками. Тут же после начала отъеда им бежать в зал, и как будто бы с помощью телефона смотреть, сколько время. Ну, не надо мне знать, сколько время, потому что прямо напротив кровати у меня висят часы. И когда я поняла, что я сама с собой играю в какие-то игры, в которые я постоянно проигрываю сама же себе, я решила к этому обратиться более серьезно. Вот вы мне, пожалуйста, напишите, есть ли у вас номофобия, гаджет-зависимость. Чувствуете ли вы, что вы тоже постоянно хотите смотреть, проверять, что-то делать в телефонах? Или это только у маленького числа населения, включая меня, вот такая вот проблема. Но к чему это я все веду? К тому, что есть один день, который Всевышний выделил нам для осмысления нашей жизни и понимания, что есть что-то, что выше лайков, выше просмотров, выше комментариев других людей на ваши посты или на ваши комментарии на другие какие-то чужие посты. Есть что-то, что остается внутри незатронутым, к сожалению, то, на что мы не обращаем внимания в постоянном увеличении темпа нашей жизни, в подбеге за новыми знаниями, за пониманием, что такое корона, как с ней жить, что такое вакцина, как в это все безумное время работать, зарабатывать, продолжать держаться на плаву. И вот эти вот все мысли, они абстрагируют нас от одного самого-самого важного. А кто я такой? Что я делаю в этом мире? Кроме того, что стало сейчас модно записывать в дневнике план на день, и мы все знаем, что мы идем делать на следующий день, есть же еще другое. Круто. Валентин, я вот прям, наверное, завидую, но очень надеюсь, что в этом уроке, потому что он не посвящен у нас телефонам и этой зависимости, а только это было такое вступление, вы найдете для себя что-то важное и актуальное. Так вот, не что я должен делать в этой жизни, а сколько меня, внутреннего моего желания, потенциала и реализации в том, на что я трачу 10-12 часов своей жизни каждый день. Ведь мы приходим к кровати, к вечернему времени у всех, как мы устали, ноги валятся, руки валятся. А если я спрошу, что ты сделал за сегодняшний день, вот кроме работы, сделай ты что-то полезное, как-то ты себя... НОМОФОБИЯ. Так называется эта зависимость. И есть, вот это и есть тот корень, тот болт, который держит не только нашу личность, семью, общество, он вообще пытается задержать нашу личность внутри, чтобы мы не потерялись в наше время. И это и есть шаббат. Я вам когда-то рассказывала эту историю, повторяю ее в двух словах, когда произошла очень большая сделка израильская, когда Исра Кар выкупила американская фирма, во главе которой стоял Билл Гейтс, в Израиле поднялась очень большая волна негодования, вместо того, чтобы радоваться, что наш стартап Израиль заработал огромные деньги, они начали думать, что может быть американские бизнесмены заберут этот бизнес в Америку и будут его продвигать и вкладывать в него там. И Билл Гейтс пригласил на встречу к себе в Америку и израильских журналистов для того, чтобы объяснить, что если этот стартап так круто продвигается в Израиле, то нет смысла его выкорчевывать, а у них есть бизнес-план, как вкладывать и продвигать этот бизнес в стране, в которой он зародился. Так вот, когда они летели в самолете, один из журналистов, который до сих пор пишет, он является журналистом газеты «Идиота Хрунот», его зовут, секунду, его зовут Офер Петерберг, и он начал с Билл Гейтсом обсуждать какую-то такую вот левую тему, что он может купить за свои деньги. Я сейчас посмотрела в Википеде на последний подсчет, Билл Гейтс был на третьем месте в списке Форбс с счетом 116 миллиардов долларов, и они смотрели, что он может купить не только города, но может еще какую-то маленькую страну и точно острова, и тут Билл Гейтс остановился и сказал, что я не могу купить, я тебе сейчас расскажу, я не могу купить шаббат еврея, и рассказал историю, что у него в фирме работал один парень, у которого был невероятный стартап, он хотел, чтобы он его презентовал Биллу, для того, чтобы они могли вложить в него деньги. Когда была назначена дата этой презентации, оказалось, что это выпадает на шаббат, и тогда этот Киви, Акива, наверное, Киви, он сказал, извините, я не могу, но, когда говорит еврей не могу, значит, он просто хочет за это больше денег, а ему начали предлагать и объяснять ему, что это возможность всей твоей жизни, что как только ты начнешь работать на Билл Гейтс, как только он начнет вкладывать в тебя деньги, твоя жизнь пойдет в гору, разделится на до и после. Нет, шаббат, шаббат, и тогда Билл Гейтс сказал, я переношу презентацию на воскресенье, и я хочу понять, что это за еврей, у которого такие крепкие корни и крепкое сознание, кто он и за какие рамки его личность никогда не выйдет. Когда мы говорим с вами про шаббат, скорее всего, первое, что выходит у вас в подсознание, это постоянные запреты. В шаббат очень много чего нельзя, и тут, и туда не ходи, и сюда не ходи, а то снег в башка попадет, ничего не попадет. Одна из важных заповедей, которые, шалом-шалом, которые у нас есть в шаббат, это отдыхать. И про эту заповедь мы видим, что сам Всевышний ее соблюдает. Когда мы в книге «Берешит» видим, что Всевышний шесть дней творил землю и в седьмой день отдыхал, употребляется глагол «Ваишбот». «Ваишбот» от корня «швета», когда мы прекращаем любую работу. В принципе, здесь нам этот глагол уместен и понятен. Всевышний делал какое-то действие, на седьмой день он эту работу прекратил. В принципе, это минимум, который нужен для шаббата. Просто перестать работать и делать всю свою работу, которую ты делал до этого. В следующей же главе, когда у нас употребляется, рассказывается вновь про то, что «Всевышний дел» приведен другой глагол. Он уже более сильный. «Ваянах». Всевышний отдыхал от слова «нанох». Кто отдыхает? Тот, кто правильно? Устает. То есть отдых – это какое-то активное действие, которое мы должны делать. И если человек не работает по каким-то либо причинам, целую неделю просидел дома, в шаббат он лежит на диване, и только его мысли о том, почему я не работал, где в следующий раз взять деньги, чему посвятить силы следующую неделю для того, чтобы не переживать за свое материальное благосостояние, вроде этот человек не нарушает шаббат, но сказать, что он его соблюдает, лежа на диване, думая о своих проблемах, он еще даже не начал соблюдать. И пусть вас, пожалуйста, не пугает, что мы сейчас затронули тему шаббата, и может быть она такая, вот знаете, высокий уровень. Вот когда человек точно понимает, что он хочет соблюдать заповеди иудаизма, и он берет на себя шаббат, это прям такая, вот знаете, сильная ноша, которую он говорит, «я начал соблюдать шаббат». Мы об этом даже сегодня не будем с вами говорить. Никаких законов, никаких заповедей сегодня вы не услышите. Я хочу дать вам то, что вы можете использовать, что вы можете соблюдать, и что каждый из вас, несмотря на каком уровне вы сейчас находитесь, сможет взять свою жизнь. И я не обещаю, но я предполагаю, что это окрасит вашу жизнь в другие краски, что вы сэкономите на психиакторах, психологов, коучах, потому что вы начнете благодаря одному дню в неделю, а может быть, даже и начнете с 10 минут в этот день более осознанную жизнь, которая поменяет вообще весь курс вашей жизни. Продолжаем. А вообще, тема шаббата, как мы с вами сказали, она очень болезненная, можно так сказать, потому что человек, который родился в религиозной семье, он привыкся, ну, в принципе, он идет в этом направлении и только берет на себя все больше и больше. Человек, который живет в нееврейской среде, у которого родители не соблюдали. Понять вдруг, почему мне один день в неделю надо остановиться, перестать... Нет. Секунду. Перестать работать. Оно... Извините, я знаю, что вам громко. Все знают, что у меня урок, но продолжают звонить. Итак, шаббат в наше время, когда мы смотрим на него со стороны, кажется уже неактуальным. И раньше, когда мужчины должны были выходить в поле, сажать, сеять, словить животных, когда женщины своими руками строили хижины, это все было определенно, осознанно, когда один день в неделю надо было остановиться. Но сейчас, сидя в офисе, напрягая только свою пятую точку и немножко глаза, шаббат – это тот день, когда хочется другого отдыха, когда хочется выехать на море, на природу. Есть женщины, которые любят готовить и печь, есть мужчины, которым надо выехать на рыбалку. И вы спросите, еще и этот день брать на себя какую-то тяжелую ответственность и не отдыхать. Так вот, одна из самых главных заповедей этого шаббата – отдыхать. И еще раз повторяю, это наша тема урока – научиться, как правильно отдыхать, чтобы каждый из вас смог себе это позволить и сделал это с конечной пользой для вас. Вообще, в шаббат, когда человек говорит, что, ну, я ничего не делаю в шаббат, в принципе, я беру выходной, провожу время с семьей, едем на море, я не работаю, я не напрягаюсь. Никто не говорит, что в шаббат нельзя напрягаться. Шаббат. Если мы оставим мудрецов в стороне со своими вот такими опасениями, которые они нам привнесли в жизнь, по чистому тексту Тора я могу заниматься спортом, я могу подниматься в гости на 25-й этаж и приходить туда вся потная, я могу поднимать коляску на 10-й этаж и, то есть, случается такая абсурдная ситуация, когда еврей, соблюдающий шаббат, он устает намного сильнее физически, чем сосед, который может эту коляску поднять на лифте на этот этаж. То есть, шаббат это не вот такой вот отдых от работы, потому что тогда вы спросите у меня вопросы, ну, как-то на 10-й этаж подниматься можно, а спичку зажечь нельзя, а нажать кнопочку включить свет нельзя, а на кнопочку машинку стиральную запустить, потому что я всю неделю не могла постирать нормально вещи. Здесь говорится совершенно о другой работе. Вся работа, запрещенная в шаббат связана с цивилизацией. Все, что связывает нас с внешним миром, вот тем самым, который постоянно своим темпом забирает нашу личность, делает нас рабами, вот от этого всего отстранить. Шаббат создан для того, чтобы вернуться к себе, познакомиться с собой, понять, что есть вещи, которые выше всего этого, чего я хочу на самом деле. Не, что мой босс от меня требует, не, что моя жена вечно хочет от меня, не, что мой муж постоянно требует, не, что мои дети должны от меня получать для того, чтобы быть счастливыми, там, я не знаю, идти в мир с каким-то потенциалом, знаниями, нет. Что я хочу, вот лично я без того, что от меня требует. Помните, мы с вами говорили про мешкан, дом для Всевышнего и пришли к выводу, что дом это единственное место, где человек может быть без игры, без показухи тем, кем он является на самом деле. Так вот, часто даже дома мы играем какую-то роль жены, мужа, мамы и всех остальных, и ложась спать, мы понимаем, что а для себя мы ничего не сделали. Ну, правда, стыдно показывать, вот, вот это вот мой маникюр. Почему? Потому что корона, потому что дети дома, потому что на себя нет времени, и я к концу дня уставшая, ну что, многие вещи я запускаю и не делаю, почему в шаббат нельзя все делать. Сейчас мы с вами поговорим, что такое все, и что именно нельзя делать, вам все станет понятно, Дим, я вам обещаю, только оставайтесь с нами до конца. Окей, как всю эту тему вообще я привязываю к недельной главе? У нас две недельные главы, Байгели, Пкудей, и вы во второй недель, в первой недельной главе 10-го Тишре, это та дата, которую мы сейчас празднуем, Йом-Кипур, Мошер Абену спустился от Всевышнего, с горы, со словами Салархтыки, двореха, я простил вас за то, что вы совершили, за грех Золотого Тельца, и за того, что Всевышний в тот день нас простил, мы каждый год в этот день просим у Всевышнего прощения, в надежде, что это все вернется, и Всевышний из года в год будет нас в этот день прощать, я вас простил, после свадьбы у нас с вами произошла ссора, мы чуть с вами не развелись, но давай, дорогая жена, мы с тобой начнем все сначала и эту тему оставим в стороне. На следующий день одиннадцатого Тишре Моше спускается и говорит, собрал он весь еврейский народ, и что он сказал, шесть дней работай, седьмой день отдыхай, не зажигай огня во всех местах проживания вашего в день субботний, и сказал Моше, все это повелел нам Всевышний и дальше уже сказано и возьмите для меня в сеть вот этот вот огромный список, который мы с вами обсуждали, что Всевышний сказал взять для того, чтобы построить ему дом в нашем мире, переносной мешкан. И тут же мудрецы задают вопрос, кажется, что в этом диалоге есть лишнее слово, причем здесь шаббат, то есть все очень красиво складывается, молодая пара перед тем, как вступить в брак, естественно, обсуждает, и чем ближе к свадьбе, тем эти диалоги у них становятся более яркими фантазиями, такими наполненными фантазией, в каком доме они хотят жить, сколько комнат, какую мебель, какие цвета у них там будут присутствовать, и эти все фантазии после свадьбы превращаются в жизнь, они идут и трогают эту квартиру, ищут, выбирают в икее столы, стулья, и наконец-то материализуют все их идеи, которые были до свадьбы, так вот, Всевышний говорит, несмотря на то, что у нас с тобой была ссора, еврейский народ, мы с тобой начинаем строить дом, для этого дома нам понадобятся шторы такого цвета, стол из такого наполнения, но шаббат, при чем здесь шаббат, ну, не здесь, не сейчас, мы с тобой идем строить дом, почему ты мне говоришь, что на седьмой день я должен остановиться, ведь есть вещи, которые они настолько святые, что вообще нельзя останавливаться, если человеку уже понесло что-то соблюдать, как можно его остановить и сказать не-не-не, стой, вспомни, кто ты есть на самом деле без соблюдения вот всех этих законов, вообще, откуда мы берем все эти тридцать девять запретов, созданных у нас в шаббат, мы начинаем дима рассматривать тему, которую вы затронули, ведь в торе написано только не зажигайте огня, это единственная заповедь, которую нельзя делать в шаббат, откуда у нас есть тридцать девять малоход, которые запреты, которые нам нельзя делать, так вот, они идут именно из этого предложения, если сказано шесть дней стройте мне дом, а в седьмой не делайте все эти работы, пришли мудрецы и сказали, значит, все те тридцать девять работ, которыми строился дом для Всевышнего, все эти тридцать девять работ, нельзя делать в седьмой день, отсюда у нас появились все нельзя, нельзя, но что? Мы вообще не начали с вами соблюдать шаббат, если мы просто лежим на диване, боимся пошевелиться и говорим, пока я не изучу эти все тридцать девять законов, я не встану от греха подальше, я буду спать весь шаббат, чтобы ничего не нарушить, так я точно останусь безгрешным, нет, если бы мы знали, какой потенциал и какой подарок Всевышний заложил в этот день, вы бы поняли, что все эти тридцать девять работ, они остаются где-то в стороне посредственно перед той важной темой, которую я сейчас пытаюсь перед вами раскрыть, то есть у нас получается, что шаббат, он важнее постройки дома Всевышнего, и когда Всевышний говорит, остановитесь, не делайте никакую работу, это первый вопрос, который я задаю, задают мудрецы, как мы можем остановиться, зачем нам останавливаться, еврейская религия, иудаизм, это единственное направление, я не знаю, изучение, я не знаю, все что угодно, которое отрицает возможность выйти на пенсию, в иудаизме нету такого понятия закончить свой путь, закончить двигаться дальше, остановиться хотя бы на секунду, мы знаем, что во всех странах, я, конечно, соблюдаю вас, с божьей помощи, мы знаем с вами, что есть два подхода к пенсии, например, в Израиле, первый подход, это когда женщина выходит на пенсию в 62 года, мужчина в 67 приходит этот возраст и страна говорит все, ты свое отработал, выходи на пенсию, не важно, что в душе, ты еще 18-летний парень и только в расцвете сил и готов продолжать, нет, пришло время, пожалуйста, иди на заслуженный отдых, есть такие страны, как Австралия, Америка, где тоже установлен возраст выхода на пенсию, но что там есть возможность продолжить работу, потому что они говорят, есть не физические работы, которые наоборот, чем больше человек в этом работает, тем больше у него опыта, как можно сказать человеку, достигшему, прошедшему вот столько ошибок, дошедшему до определенного уровня, сказать, не-не-не, я сейчас освобождаю дорогу тем, кто только начинает и будет делать те же ошибки, которые ты уже прошел и никогда вновь не споткнешься о них, и тогда в Америке и в Австралии есть закон, что любой человек может продолжить работать после возраста пенсии, но раз в год он должен проходить какие-то обсмотры и обследования, чтобы понимать, что человек не только возобнил из себя, что внутри он 18-летний, реальные его физические и мозговые возможности позволяют ему продолжать работать на этой профессии, что же в Торе у нас сказано, не тот и не тот путь, у нас вообще нету пенсии, где мы это видим, например, по левитам, которые работали в храме, написано, что в 50 лет они должны были уйти со своей должности, потому что их работа была очень физически активной, но сразу написано, на следующий день после выхода на пенсию, пожалуйста, поменяйте свое место дислокации, начните работать в другом направлении, идите охранять, идите играть всевышнему на музыкальных инструментах, идите чистить, я не знаю, траву от сорняков для того, чтобы храм выглядел снаружи, красивым, идите, что-то делайте, до последнего дня своей жизни, не останавливайтесь ни на секунду, иудаизм говорит, что нету болезней, которые, что все болезни приходят человеку, который остановился и потерял вот эту вот энергию жизненную, что именно она поддерживает в нашу жизнь, что нету ничего хуже, чем после выхода на пенсию посвятить свою жизнь одному и тому же траектории, маршруту, врач, телевизор, кухня, врач, телевизор, кухня, знаете, как двое постоянно старичков встречаются возле врача, и вдруг один не пришел, тот первый звонит, говорит, эй, почему ты сегодня к врачу не пришел, ой, я сегодня плохо себя чувствовал, то есть есть такие вещи, такие люди, которые не знают, чем себя занять, и я сейчас с вами говорю не только про тех, кто вышел на пенсию, но даже это стало актуально и для молодежи во времена короны, например, я сейчас не работаю, потому что уже около полугода и я понимаю, что это все, вот эта вот домашняя бытовуха, я намного больше успевала тогда, когда я работала, не искренне то, что я уставала, я успевала и работать, и зарабатывать, и дома убирать, и готовить, и всегда все было чисто и убрано, сейчас, когда я встаю утром, ну, попила кофе, ну, дети учатся, я дома что-то убрала, что-то села, что-то прилегла, что-то в телефоне повтыкала, и вот этот вот снижение темпа жизни, оно убивает человека, в какой-то момент, через неделю, две, ты останавливаешься, говоришь, подожди, а для чего мне вставать, а что мне со своей жизнью делать, а для чего я это все, женщины меня поймут, только нам нужен порядок дома, муж не заметит, дети, их творческие балаганы, когда фломастеры, игрушки валяются на полу, это не беспорядок, это у них такой вот осознанный порядок в комнате, то, что мы переживаем, что им нужна разнообразная еда, давай уж ницель и макароны каждый день, салатиком прибавляй, и в принципе, они скажут тебе спасибо, все наши старания, они, понимаете, вот когда-то это все заканчивается, нам нужны новые эмоции, мы об этом с вами уже говорили, и поэтому вот это вот Тора, вот это вот направление, информация, которую Тора от нас требует, не останавливаясь ни на секунду, вдруг говорит, ни на секунду, кроме одного дня в неделю, то есть изначально, заведомо, с начала нашей жизни каждый седьмой день мы должны остановиться, несмотря на то, что Тора постоянно говорит, в движении жизни. Кстати, вот совсем недавно мы с вами праздновали Пурим, и один из самых актуальных вопросов, которые можно задать, как Аман смог уговорить Ахашевероша убить евреев? Подумайте, евреи, мы всегда, в любой стране нас чувствуют, сколько бы нас не было, евреи занимают высокие должности, они занимаются бизнесом, пополняют казну, евреи никогда не пропадали куда-то, мы всегда были активными членами общества любой страны, как можно прийти, спасибо большое, как можно прийти к царю и сказать, вот эти вот все рабочие руки, которые пополняют тебе ежемесячно казну, убей их всех в один день, как адекватный человек вообще может предложить такое, и как другой адекватный человек в свою очередь может на это согласиться, так вот, яков шалом, у Амана была одна претензия к еврейскому народу, с которой он и пошел к Ахашвирошу, и она звучит очень смешно на том языке, она называется шайпай, что такое шайпай, шабатаем, песахаем, он говорит, тебе только кажется, что этот народ работает, что на самом деле происходит, в четверг они тебе говорят, я сегодня должен пораньше уйти с работы, потому что с женой делаю покупки на шаббат, в воскресенье, что он говорит, я в шаббат немножко поспал, потом весь Моцель шаббат мы с женой смотрели, там что-то учились, и сейчас у меня нет сил, потому что я не выспался, к Песоху мы начинаем готовиться за месяц, а то и за полтора, и приходим на работу уставшие, потому что вот эта вот вся уборка, подготовка, она убивает каждого из нас, то есть он говорит, тебе кажется, что они работают, на самом деле заведомо каждый седьмой день они берут себе выходной и не работают, и тогда он сказал, слушай, если у них нету важности веса моих слов, и что бы я ни сказал, что бы я ни потребовала, они будут продолжать отдыхать, такой народ может в один миг восстать против меня, потому что я для них не авторитет, давай-ка убьем от греха подальше, и так оно и было, ну, должно было быть, слава Богу, у нас есть праздник Пурием вместо Дня Траура, но это первый и очень такой важный вопрос, на который мы сейчас с вами будем отвечать, как Тора, пропагандирующая постоянную работу, говорит нам остановись, второе, не менее важный вопрос, почему запрещают любую работу, о какой работе здесь идет речь, почему мы с вами сказали, что играть в футбол, по Торе я с вами говорю, не по мудрецам, которые сказали, что это просто не шаббатная атмосфера, и что человек, который занимается спортом, потом захочет пойти мыться, мыться в холодной воде, он не захочет, поэтому он нагреет воду, и, спасибо, и нарушит шаббат, это все их остережение, по Торе, мы можем сколько угодно заниматься спортом, идти в гости на 50-й этаж, мой муж, когда мы жили в Киеве, каждый шаббат утром ходил читать Тору в одну маленькую синагогу, и он шел, что-то 10 километров от Бустера, на 10 в другую, о какой работе вообще идет речь, что вот эти вот все религиозные в этот шаббат соблюдают, и как правильно понять, что от нас всех хочет Всевышний, так вот, когда человек говорит, что он шаббат не напрягается, что то, что он лежит на море, это его соблюдение шаббата, спасибо большое, я прихожу и говорю, нигде вы в Торе не найдете, что в шаббат нельзя напрягаться, единственное слово, которое употребляется у нас, объясняя, запрещая нам любую работу, как мы это переводим на русский язык, является словом мелаха, мелаха это не работа, мелаха это не напряжение, мелаха это что-то другое, что нам запрещает Всевышний, мелаха это создание чего-то нового, когда Всевышний остановился и перестал создавать землю, что он делал в седьмой день, он не отдыхал от работы, а он перестал создавать что-то новое, то же самое, он просит от нас, когда мы поднимаемся на двадцатый этаж, мы не создаем ничего нового, то когда мы заходим в лифт и нажимаем на кнопку, происходит огромная работа, когда электричество начинает работать и дает информацию, и лифт едет, и приезжает к нам, когда мы зажигаем спичку, происходит создание нового света, и мы не говорим про напряжение и физическую работу, от которой устают, нет, мы говорим, что мы должны уподобиться Всевышнему и не создавать ничего нового, так же, как он не создавал в этот день, да, я хожу в синагогу, я покрываю голову, не все женщины покрывают платком, многие покрывают париком, вот, например, вот так это все выглядит, очень приятно познакомиться, Дима, я могу сказать, что я отношусь к ортодоксальным соблюдающим женщинам направления хаббат, мы идем по объяснениям и по пути, которые нам объяснил Любавический Реба, какой-то из уроков я могу посвятить тоже этой теме с Божьей помощью, и третий вопрос, который мы с вами задаем, мне кажется, конечно, что этот вопрос самый сложный, несмотря на то, что он у меня возникал в голове, у меня бы в жизни не хватило силы, наглости спросить этот вопрос, если бы до меня не пришло много мудрецов, которые этот же вопрос спросили. Скажите мне, Всевышний отдыхал? Как это понять? То есть Всевышний устал? Если мы с вами говорим, что Всевышний создал наш мир речениями, а не физической работой, как можно про Всевышнего, которое написано в Таилим, не спит и не дремлет в страже Израиля, ни на секунду не прекращает охранять свой народ и каждого из нас вести лично по пути, судьбе, которую мы выбираем ежесекундно. Как написано, что Всевышний отдыхал? Я вам еще больше усилию этот вопрос, если до этого мы с вами привели всего два глагола, которые про отдых в шаббат. Первый глагол говорит, что Ваишбот, он остановил работу и ничего не делал. Это пассивное действие. Второе, мы с вами говорили Ваянах, Ваёмышви, он отдыхал в седьмой день. То глагол, который употребляется в прошлой недельной главе Китиса, которую мы изучали на прошлой неделе, этот глагол вообще сводит нас с ума, потому что он звучит как военнофаш. Нофиш это отпуск. И в таком понимании, когда человек говорит, всё, мне надоело жить в постоянных долгах, я не выношу, сколько у меня минус в банке, я должен людям, мне уже никто не одалживает, я сейчас беру себя в руки. Полгода я не вижу ни семью, ни детей, я уезжаю на заработки в чужую страну, я работаю 24 часа в сутки, но я закрываю все эти долги и начинаю жить с нового листа. И вот этот человек, который через полгода возвращается, весь уставший за них, в общем, все глаголы, которые вы можете себе представить, вот этот человек может сказать, всё, мне нужен отпуск, я больше не могу, сколько можно, я не видел семью, я не спал нормально, я не ел нормально, я вложил все свои силы для того, чтобы заработать, я добился этого, сейчас мне нужен отпуск. Это когда ты просто лежишь и приходишь в себя. Скажите мне, такой глагол употребить по отношению ко Всевышнему? Такой стресс у Всевышнего был речениями, словами создать наш мир, приходят, конечно же, наши мудрецы. и начинают пытаться объяснить как-то вот эти глаголы. Одни говорят, это всё аллегория. Имеется в виду, что если Всевышний, который не устал, отдыхал в шаббат, то, конечно же, мы, которые устаем, должны тоже отдыхать. Но приходит здесь хаседут. Правильно, Светлана, спасибо. приходит здесь хаседут, который объясняет нам не только логическое объяснение, но и скрытый смысл, и говорит, что это не аллегория. На самом деле, если Тора употребляет три совершенно разных глагола для того, чтобы рассказать, как Всевышний устал, кроется здесь какая-то вещь, и, наверное, про реальную усталость здесь говорится. Всевышний устал, и мы сейчас разберемся, как Всевышний мог устать, и можно ли такие глаголы употребить по отношению к нему. Секунду, чтобы ничего не забыть. Окей. Сейчас мы подходим с вами, уже я вижу время к ответу на первый вопрос. как можно было вообще заповедовать нам остановиться один день в неделю и ничего не делать. Без работы, без мыслей про работу, без возможности залезть, проверить имейлы, документы, фейсбуки, какие-то важные вещи. Кстати, например, какая Всевышнему разница, если у меня есть возможность заработать какие-то деньги, шаббат. Была такая история про Монтифьори, который был один из 15 людей, евреев, которым в Лондоне разрешили заниматься биржей. И очень много людей вкладывали у него деньги, он уже ими играл, играл на этом зарабатывал и приносил тоже большой заработок людям, которые в него поверили. Но была у него одна фишка, на шаббат он останавливался. И тут в один шаббатах вырывается в его дом один из самых главных его клиентов, который вложил миллионы в эту биржу и говорит послушай, мне сейчас стало известно, что акции такой-то и такой-то фирмы завтра взлетят так, мне срочно надо все свои сбережения, которые находятся у тебя, вложить. Ты не понимаешь, мы говорим с тобой здесь не про 10% заработка, не про 20%, мы увеличим наш капитал в несколько раз, быстро сделай то, что я тебе говорю. Маньчферы только покачал головой, я не могу, у меня шаббат. Что? Да как ты можешь? Какой шаббат? Ты не понимаешь, мы сейчас такой куш с тобой можем срубить, да если ты мне сейчас не вложишь эти деньги в этот бизнес, я пожалуюсь королеве, она заберет у тебя это право быть одним из евреев, который работает на бирже. Нет, извини, я не могу. Все, давай тогда ты отдай мне все деньги, я пойду к другому брокеру, я вложу через него, мне надо заработать их. Я не могу. У меня в шаббат нет в голове ни биржи, ни денег, ни каких-то удачных сделок. И продолжил трат из-за семьей. На следующий день он понимает, что сейчас будет взрыв. И реально не прошло и часа, как он получает письмо от этого человека с просьбой зайти к нему в офис, когда он бормоча, молитву Всевышнему идет в офис к этому человеку, он заходит и видит, что там сидит не только он, но еще много богачей города. И он был готов ко всему. Что было сказано дальше? Спасибо тебе большое, что ты не согласился. Шаббат мы, как обычно, играли с друзьями в покер и начали обсуждать какие-то темы. И вдруг тема зашла за евреев. И я сказал, мой еврей в шаббат работать не будет. А мои друзья только насмехались. Евреи, да они так любят деньги, что им только надо предложить нужную сумму, и они будут готовы сделать тебе все, что только надо. Может быть ваши евреи так. Мой еврей ни за какую сумму шаббат не нарушит. Спасибо тебе большое. Я так боялся, что ты нарушишь, что я вложил большие деньги, положил на кон, и мы с тобой выиграли. Так вот, шаббат это та вещь, которая помогает нам вообще понять, кто мы есть, какие в нашей жизни есть цели, важные вещи. Но мы забываем только об одном. А кто-то из вас на самом деле знает себя. Если я вам скажу отдохните в шаббат, что для вас отдых? Знаете ли вы, назовите вот быстро сами себе пять вещей, которые вас радуют. А как часто вы эти пять вещей делаете себе? Отскажите мне эти пять вещей, они стоят огромных денег? Вы их можете себе позволить раз в год? Или это вещи, которые вы можете радовать себя каждый день, или хотя бы раз в неделю, но вы об этом просто забываете, потому что об этом не задумываетесь? Если я вас спрошу, какие мелочи делают вашу жизнь более счастливой? Из какой чашки вы любите пить чай по утрам? Какого цвета тарелка вас больше радует? Какая книга вас больше интересует? Какие маленькие вещи? И скажите мне, насколько часто мы задумываемся и делаем себе вот эти мелкие приятности? А что мы тогда хотим от наших детей? Посмотрите на кого стало похоже это молодое поколение. Они идут только на поводу моды. О, у меня айфоны я тоже хочу. Сейчас все смотрят в тиктоке такие-то вещи и я смотрю. Сейчас модно играть в такие-то игры и я буду играть. Почему? Потому что приходим мы, которые не знаем себя и начинаем навязывать нашим детям наши желания, потому что нам так легче. Что я поставила на тарелку, то и будешь кушать. Я тебе сказала, что так надо. Иди занимайся спортом. Надо хорошо учиться. Кому надо? Кто хочет? Я не говорю сейчас про учебу, которая важна в моем понимании. Вопрос насколько сами дети в нашей семье имеют выбор и возможность осознанно его сделать, понимая, что они хотят на самом деле. Почему Всевышний запретил работать? Потому что есть одна очень интересная вещь в работе. Любая работа нас сковывает и сжимает. Любая работа, каким бы специалистом мы не были, она заставляет нас думать только в одном направлении. Когда вы останетесь сами собой, вы вспомните, кто вы есть, на самом деле вы поймете, что вы настолько разносторонний человек, у вас есть столько желаний, столько мечтаний, столько возможностей, столько каких-то мыслей, которые вы хотите реализовать, но как только мы выходим на работу, оно все как будто бы остается за пределами. Мы думаем только, как вылечить человека, которому я иду на смену, как научить этих учеников, если вы учительница, как, я не знаю, там, тем бы вы не работали, вы начинаете очень вот так вот узко думать, а самое ужасное, что вы можете сделать, это еще принести вот эту работу домой и там продолжать жить вот в этом узком направлении, как я могу только в своей работе себя проявить. Но вы это не только работа, вы это не только ваши пациенты, ваши прихожане, я не знаю, ваши ученики, вы это что-то намного большее, чтобы не забывать всю глубину, всю мощь, все величие нашего внутреннего мира, нашего я, нашей индивидуальности, ведь не зря каждый из нас получил свою внешность, свой потенциал, свои таланты, мы можем это все проявлять. Насколько вы проявляете свои возможности? 10%, 20%, кто-то 50%, если я спрошу, хотите ли вы добиться чего-то большего в жизни, я уверена, что вам мешает хотя бы сделать первый шаг? А мешает вот эта вот невозможность остановиться и подумать. А может, я на следующей неделе начну учиться на права, а вдруг я на следующей неделе подумаю в сторону того бизнеса, о котором я давно мечтала, а вдруг я могу что-то больше, чем я делаю сейчас? И если мы научимся правильно использовать вот этот вот отдых шаббат, возможность вернуться к себе и понять не что я должен делать, а что я хочу делать, что мне важно делать, мы тогда сможем жить более осознанно и тогда само по себе у нас уйдет вот эта вот зависимость от телефонов, от чужого мнения, потому что мы станем целенаправленными людьми, которые не подвластны чужому влиянию, стоит только познакомиться сам с собой есть такая американская женщина, которая ее зовут Бронни Вера, эта женщина она всю свою жизнь посвятила тому, что она работала в одном американском госпитале и сопровождала людей, которые находились уже на последней стадии любой болезни и врачи им не давали никакого шанса, она провожала этих людей до логического завершения их жизни и в конце она написала книгу, потому что она сказала, что общаясь с этими людьми, поддерживая их на протяжении всей своей жизни, она поняла, что все эти люди посвящают свои мысли, последние мысли сожалению и она сказала, что почти у всех людей эти сожаления очень похожи, идентичны и решила их описать в книге для того, чтобы мы, которые можем еще что-то изменить и исправить в нашей жизни и дай бог мы не дойдем до этого состояния, когда нам возможно будет только сожалеть и не будет возможности исправить, смогли для себя что-то взять. Так вот, одна из вещей, которые она говорит, что одно из больших сожалений, почему я больше не был больше времени не проводил с семьей. если я каждого из вас, у кого есть семья, спрошу, назови мне пять вот таких глобальных важных вещей в твоей жизни, вы все скажете семья, карьера, здоровье, какие-то другие вещи, а если я спрошу, сколько вы реально проводите времени для семьи, кто-то из вас скажет, что достаточно, он уделяет времени тому, чтобы выслушать жену, чтобы поиграть с детьми, чтобы прийти с работы и не подумать, что дом это то место, где ты отдыхаешь, втыкаешь телефон, абстрагируешься от мыслей, заседаешь в какие-то свои дела, а ты приходишь домой, и там тебя ждет еще тяжелая работа, но та, которую ты считаешь своей приоритетной. Сесть, посидеть с детьми, послушать каждого ребенка, послушать жену, когда вы последний раз 15 минут сидели и просто слушали жену, мужа, общались с детьми на какие-то обстраненные темы, кроме как ты сделал уроки, ты покушал, ты попил, все, для родителей что? Лишь бы в доме было тихо, занимаются они там чем-то, пусть занимаются, попьешься и чай спокойно, посижу в интернете, почитаю книжку, повяжу, пошью еще что-нибудь, если для нас, для каждого приоритет наши дети и наша семья, подумайте, достаточно ли мы делаем для этого и не будем ли мы потом сожалеть. Второе, о чем она сказала, что люди жалеют о том, что они недостаточно проявляли эмоции в жизни и здесь мне тоже очень близко это. Сколько замечательных людей нас окружает в жизни, сколько людей вокруг нам делают добра, сколько людей вызывают у нас улыбку. И скольким из этих людей мы последнее время говорили спасибо, мне я очень рада, что ты есть в моей жизни, мне было очень приятно прочитать, мы реализуем вот это вот наше хорошее отношение с помощью лайков, типа я поставил тебе лайк на твою фотографию, значит я тебя похвалил и другими словами сказал, что на этой фоточке ты замечательно выглядишь, но этого недостаточно. Так же, как этого недостаточно вам, так же этого недостаточно людям, которые вас окружают. И я говорю это не вам, я уверена, что вы у меня все зрители не допускаете тех ошибок, которые допускаю я. Я говорю это только себе. Я недостаточно хвалю своих детей, я недостаточно ценю своего мужа и говорю ему каждый раз что это не в порядке вещей что он так тяжело сильно работает для того чтобы содержать нашу семью для того чтобы мы ни в чем не нуждались я не так часто звоню своей маме и говорю спасибо своей сестре хвалю своих детей это сложно это несложно делаем ли мы это да ладно я и неделю назад сказал что я ее люблю если что-то изменится я я я я об этом скажу попробуйте задуматься об этом следующую неделю посвятить тому что попробуйте говорите больше хороших слов близким вам людям жизнь вокруг станет светлее для них и для вас одна тоже из вещей которых о которой она описывает в своей книге сожаления которые возникают у человека в последние дни дни его жизни и это то что относится к теме нашего с вами урока почему я не прислушивался к себе почему мы всю жизнь живем под диктовку других людей почему наше мнение строится не на наших мыслях логических заключениях наших знаний прочитанных нами книг из нормальных источников почему вот сейчас в израиле это вообще актуальная тема потому что это самая привитая страна от короны на на сегодняшний день из моих друзей из из знакомых 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 нету ни одного вирусолога нету ни одного иммунолога и людей с высшим медицинским образованием тоже очень мало ну что у каждого у каждого есть свое мнение почему надо вакцинироваться или почему не надо из чего она состоит какие побочные эффекты почему потому что мы открываем facebook и полчаса мы читаем новости и и берем информацию чужого человека на себя мне кажется что это умно будет это тоже и моя версия и буду я ее дальше доказывать остальным мы очень редко прислушиваемся к себе мы работаем на этой работе потому что мы можем реализовать свой потенциал мы уже в конце нашей жизни скажем на какой крутой работе я работала как мне было приятно как я могла себе реализовать сколько пользы я принесла людям сколько хороших эмоций я смогла заработать на этом месте или мы скажем блин я работала только из-за денег и сказать честно и денег на этой работе я не накопил тогда ради чего ты там сидишь почему ты думаешь что тебе кто-то сказал только там сидеть и терпеть но и не ныл и ты не ной там кто-то терпел и ты терпи нету в нашей жизни такого у нас есть выбор перед нами открыт мир мы можем делать все что угодно насколько вы прислушиваетесь к себе я например ну вот это из тех мелочей которые я задумалась когда изучала этот урок из-за того что у нас две раковины мясная и молочная но в квартире в которой мы живем у нас мясная раковина на кухне а молочная мы моем в ванне я каждое утро пью кофе из одноразовых стаканчиков для того чтобы допить и не бежать в ванну его мыть а сразу выкинуть мусор я понимаю что это неприятно что этот кофе он уже как будто как будто я его на вокзале купила и я каждый день пью кофе из одноразового стакана чтобы не ходить в ванну мыть и мне это неприятно и каждый день себя заставляя это делать почему потому что быть счастливее наслаждаться этим пять минут питьем кофе для меня не так важно как сэкономить какое-то время и не скажите что я такая уставшая или такая занятая что я прям пью кофе и тут же бегу по каким-то делам нет я могу дальше продолжить сидеть на стуле то есть время помыть эту чашку у меня есть но что мы забиваем на себя на свои желания на свои эмоции надо значит надо деньги значит деньги дети если бы мы каждый из нас я говорю это себе имели правильные инструменты желания и возможности остановиться хотя бы один раз в неделю в шаббат который создан именно для этого не для того чтобы прекратить любую работу для того чтобы нашу шаббат однокоренное слово со словом нашу что такое нашу вернуться к себе понять я один а циммерман созданная особенной индивидуальной со своим набором плюсов и минусов талантов и недостатков чё я хочу делаю ли я в своей жизни то о чем я не буду жалеть и когда такие мысли приходят нам в голову и мы делаем внутренний анализ поверьте мне жизнь в тот же минуту начинает быть более осознанно и мы становимся сами к себе счастливее потому что эти вещи у нас всплывают из внутренней памяти в подсознание потом сознание потом переходит в действие и мы с каждым днем становимся счастливее и счастливее продвигаемся в нашей жизни дальше есть такая история я вам расскажу в двух словах потому что когда это давным-давно я ее рассказывал но мне кажется она очень подходит нашему уроку была одна семья религиозная в америке многодетная у которой старший сын решил уйти из религии и уйти из семьи оставить дом очень большая ссора произошла вы меня сильно опекаете мне нужна свобода сколько можно я хочу жить сам мне надоело ваша опека если вы думаете что без вас я смогу мама начала плакать куда же ты пойдешь я буду жить отдельно с друзьями снимать квартиру раз в месяц я буду вам звонить и говорит что я живу больше вам во мне знать не надо дайте мне выбрать сам самому свою судьбу сын ушел и конечно же у мамы пропала земля под ногами как можно пойти спать женщины не зная на чем спит ее сын что он кушает на что он идет ради того чтобы заработать доллар 2 и на каких работах он работает и с кем он водится и с кем он общается с кем он встречается эти все мысли они съедают человека не дай бог оказаться на месте этой мамы и она конечно же пошла к рабе и рабе сказал странный ей ответ казалось бы на первый взгляд что этот ответ никак не связан с вопросом который она задала нас он сказал усилийся в заповеди трапезы шаббатные трапезы начни красиво трапезничать шаббат ведь я перевожу севрита и сейчас на русском я понимаю что это звучит очень криво но думаю вы поняли она только хотела возразить тирайбе что как для кого сын вообще не находится дома он не соблюдает шаббат что значит причем здесь шаббат трапеза к вопросу который я вам задала ну что она рабе вопрос не спрашивает пришла к домой и уже в среду начала спрашивать дети а чтобы вы хотели кушать шаббат а какое ваше блюдо и он честно скажу когда я прочитала эту историю я решила сделать то же самое извините пожалуйста за сообщение и я начал спрашивать своих детей а чтобы вы хотели чтобы мама приготовила на шаббат и честно я вам скажу я была в шоке потому что то что они хотят кушать шаббат то что их радует это то что я обычно не готовлю что я готовлю на шаббат какие продукты есть с тобой готовлю на что есть желание какой-то рецепт новый увидела я его готовлю готовлю ли я это с мыслью любят ли это мои дети нет я это готовлю с мыслью это будет вкусно это новое мне интересно это приготовить и я это готовлю я что ресторан что есть на столе той будьте кушать и вдруг мама поняла что у каждого есть свои желания она начала готовить на шаббат еду которые они хотят и вдруг папа не засыпает за столом и общается со своими детьми и вдруг мама не бесятся о том что они пачкают скатерть а просто спокойно общается с ними они потом поют песни играют во что-то и они подумали ладно что-то с родителями не то наверное у них или праздник или они что-то у них там повернулась даже вам до следующего шаббата следующий шаббат то же самое и потом еще один шаббат и в конце месяца когда этот пропащий гулящий сын звонит говорит своей маме что он живой обращается к своим братьям сестрам они ему рассказывают слушай мы попали какой-то другой мир родители начали нас любить интересоваться общаться играть слушать нас готовить блюда которые нам нравятся и он решил проверить что уж что уж такого происходит в его доме он приехал посреди шаббата один раз увидел это все и уехал за десять минут до конца шаббата родители удачи шмулек всего хорошего приезжающего мы всегда тебя ждем и так каждый раз он приезжал все раньше раньше пока он не вернулся домой шаббат это возможность для нас делать те вещи которые нам на самом деле уже нужны даже так не нужны важные шаббат это возможность проявить свой потенциал вспомнить что для нас важно кто для нас важен перестать гоняться за всеми деньгами мира за всем почтением мира за всеми лайками мира а вспомнить что самое важное это дети вот они сидят здесь перед тобой и ты перед ними не а ты глазами глаза и слушаешь их и наконец-то делаешь то что ты сказал сам что тебе это важно и для этого нужен шаббат очень сильно опаздываю поэтому я пропускаю все истории которые я хотела еще рассказать хотя мне кажется они такие интересные и отвечу сразу на третий вопрос который мы сказали что он самый сложный для восприятия почему же всевышний сам отдыхал и ответ я нашла в книге тани от мой разоке но он пишет очень красиво на самом деле это не не аллегория всевышний отдыхал почему потому что всевышний безграничный безмерный без объемный без 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 которого невозможно описать словами для того чтобы сотворить этот мир он сжался он скрылся он думал десять раз как скрыть себя в рамках природы как сделать так чтобы люди которые не верят во всевышнего могли сказать это нечаянно произошло это природные действия это какие-то сечение обстоятельств всевышний сжал себя настолько чтобы созд создать этот мир который живет по рамкам природы что ему понадобился один день для того чтобы сказать все я больше не могу себя сжимать я не могу переводя это на наш язык думать только о том как быть хорошей для босса для окружающих для клиентов для учеников для директрисы как быть хорошей для всего мира я хочу выдохнуть я хочу подумать о себе я хочу уделить себе время внимание и тогда всевышний говорит я останавливаю любую работу и в шаббат это тот день когда я ни от кого не скрываюсь когда каждый из нас получает вторую душу когда он имеет возможность вспомнить что есть я которая выше всех вот этих вот бытовых зарядиц которые поглощают нас и если мы научимся правильно пользоваться этим шаббатом то то у нас появится осмысленность хотя бы того что что мы делаем нашей жизни и вот вышел кто-то там написал даже в отпуске смотрите еще до короны когда существовало такое слово полететь в отпуск купить билеты что самолеты когда-то в небе летали вообще об этом не говорю но когда человек тратит тысячу долларов полторы тысячи долларов для того чтобы всю семью вывести куда-то в отпуск на море отдохнуть и берет с собой телефон и также лежа на шезлонге втыкает facebook instagram в тикток в какие-то еще социальные сети скажите мне он отдыхает он реализуется он наполняется он восстанавливается он заряжается да нифига зачем было тратить все эти деньги если то же самое мы могли делать сидя на диване просто договориться все эту неделю мы берем все отпуск и сидим на диванах каждый в своей комнате где ему удобно втыкаем в телефоны занимаемся своими делами если для вас это отдых тогда скорее всего вы не знаете сами себя и для этого существует шаббат и последнее чтобы я хотела вам сказать это тот вопрос который вообще вообще никто из нас не мог бы задать если бы до нас то не сделали мудрецы написано ваишбот бьема шви кольма нахто и завершил всевышний все свое действие в седьмой день и первая реакция а ошибка что значит седьмой день не понял всевышний совершил все свои действия шестой день а в седьмой день он отдыхал как можно сказать что всевышний завершил делать всю свою работу в седьмой день приходят мудрецы и говорят всевышний из-за того что он создал время он знал где-то миллисекунда на которой заканчивается шестой день и начинается седьмой вот в этом миллисекунду он остановился но нет это плохое объяснение потому что если он остановился миллисекунду до начала седьмого дня то все равно надо было сказать шестой день с этой проблемой столкнулись люди которым император в свое время думаю вы слышали эту историю сказал что попросил приказал перевести тору 70 мудрецов на один из языков и эти все люди должны были перевести 70 мудрецов тору одинаково и был у них руах и кодыш всевышний помог и на самом деле все 70 переводов были идентичными но одно из чудес которое произошло именно в этом месте где написано и в седьмой день совершил всевышний всю работу все они написали в переводе и в шестой день совершил работу ибо если бы они написали в седьмой у всех неевреев возник бы один вопрос чего так они нас все время обманывали у них вообще нет шаббата всевышний работал в седьмой день вот вам пожалуйста написано в самой торе чего они придумывают а мы-то для себя должны понять что говорится здесь о какой работе в седьмой день говорится и это очень крутое мне кажется объяснение рабе которая расставила все точки на места седьмой день единственное что сотворил всевышний это менуха отдых тот отдых который мы посвятили сейчас с вами час десять нашего времени это не лежать на диване это не гулять на море это не заниматься медитацией менуха по торе отдых это активное и очень сложное действие как понять умеем ли мы отдыхать очень легко когда я сплю в шаббат днем потом в субботу вечером мне очень сложно заснуть потому что мой организм напитался энергией потом я могу втыкать в полночи и воскресенье быть убитой так вот если шаббат я правильно активно отдыхала думала о том как себя порадовать как реализовать свой потенциал то после шаббата первое что я хочу делать это себя счастливой это не зайти обе обратно фейсбук это не пойти мыть посуду и заниматься какими-то бытовыми делами как будто шаббата и не было это что-то что внутри нас включилась и продолжает гореть даже после шаббата и я вам желаю чтобы каждый из нас научился отключать внешние внешние все что на нас давит внешнее влияние внешнее мнение окружающих а познакомиться с собой уже в этот шаббат начать эту работу активно отдыхать и становиться счастливее спасибо вам большое за внимание вы прям все молодцы больше часа мы с вами занимались шаббат шалом только хороших новостей а